Всем привет, на связи Гордеев Валерий, канал LoftBlog и вы смотрите курс Основы Е2. В сегодняшнем уроке мы создадим пользовательский интерфейс и реализуем запросы для поиска продукции по наименованию поставщика. Имея ProductController, способный превращать модели предметной области в активные записи, мы наконец-то переходим к страницам пользовательского интерфейса. Что должен делать контроллер, когда мы открываем URL Product ADD? Он должен просто отрисовать для нас пользовательский интерфейс. Этот код полагается на важное соглашение VIE, описывающее откуда контроллер должен брать свои представления. Фактически, если у нас есть класс под названием ProductController, ожидается, что файлы, содержащие код его представлений, находятся под каталоге VIEWS Products. Так что, когда мы рендерим что-то, называемое ADD, мы обращаемся к файлу VIEW.product.add.php. Давайте создадим его. Что мы хотим видеть на странице? Логично, что это должна быть форма для ввода информации о продукте, включая его поставщика, а также кнопка «Сохранить». И содержит широкий выбор вспомогательных методов для того, чтобы быстро и легко составить веб-формы. Центральная концепция позади них – это класс ActiveForm. Мы инициализируем ActiveForm и затем используем его методы для того, чтобы генерировать HTML-код для поливода соответствующих атрибутов модели. Обратите внимание на метод Field, который принимает экземпляр ActiveRecord и название атрибута для обработки. Это главный метод, больше всего облегчающий нам жизнь при генерации кода веб-форм. С помощью этого метода мы можем сгенерировать HTML-код в поле ввода для произвольной активной записи. Метод под названием ErrorSummary – это очень полезное сокращение, которое покажет нам все ошибки валидации данных в переданных ему моделях, в случае если введенные данные не соответствуют объявленным правилам валидации. Но для того, чтобы это представление могло работать, у него должен быть доступ к объектам моделей, в нашем случае Product и Provider. Это делается с использованием специального механизма передачи данных из класса View в Controller через второй аргумент метода Render. В целом мы как минимум должны иметь вот такое содержимое метода ActionADD, чтобы форма была корректно отрисована. По умолчанию ссылки ей выглядят вот так. Поэтому если у нас есть класс ProductController и в нем метод ActionADD, мы должны обращаться к нему по следующему URL. Это довольно печальная картина, и у объекта приложения есть специальная настройка для того, чтобы изменить способ работы с URL на более привычный формат. Вам нужно добавить следующее в раздел Компонент с конфигурацией нашего приложения. Если enable pretty URL установлено в true, ссылки станут выглядеть вот так. Если show script name установлено в files, то ссылки, создаваемые ей, не будут содержать упоминания точки входа, index.php. Для того, чтобы ваше веб-приложение могло распознать такие ссылки, вы должны настроить соответствующее перенаправление URL на вашем веб-сервере. Для примера, если мы используем сервер Apache или встроенный в PHP веб-сервер, давайте создадим файлы, чтей аксесс со следующим содержимым. По умолчанию, когда вы вызываете контроллер render, этот метод подразумевает, что представление, которое мы отрисовываем, это просто отдельный фрагмент, который нужно вставить в другой скрипт, называющий себя шаблоном. По умолчанию, все контроллеры ищут шаблоны в файлы views, layout, main.php. Результат рендеринга того, ради чего мы вызвали метод render, передается в шаблон в виде строковой перемены под названием content. Из-за исключения этого, шаблон является просто еще одним файлом представления. Ожидается, что у внешнего вида нашего приложения есть некоторые элементы, представленные на всех страницах, и шаблон – именно то место, где их надо держать. Также для работы нашего приложения нам понадобится два каталога – Runtime и WebAccessed. Давайте создадим их. Итак, теперь мы можем открыть путь ProductADD. При попытке открыть наше приложение в браузере, мы получим ошибку. И не можешь найти библиотеку, нужную для рендеринга нашей страницы. Это произошло потому, что по умолчанию Composer установит наши пакеты в каталог Vendor BowerAccess. AI пытается найти в каталоге Vendor Bower. Чтобы избрать ситуацию, давайте внесем небольшие изменения в файл Composer.json. Очистим каталог Vendor и выполним следующую команду. Обновим нашу страницу. AI подразумевает, что форумы отправляют данные на тот же маршрут, который использовался, чтобы отрисовать их. Мы будем использовать тот же подход. Таким образом нам нужно обрабатывать возможные входные данные в методе ActionADD. Когда мы успешно загрузили данные, отправленные нам пост с запросом, мы сохраняем получившуюся модель клиента в базе данных при помощи методов, определенных в нашем слое трансляции. Метод Load – это сокращение для следующих четырех проверок. Load – это встроенный метод, позволяющий заполнить атрибуты модели данными, переданными пост с запросом, который условно сделал виджет ActiveForm. Validate – это встроенный метод, который проверяет значение атрибутов модели на соответствие правилам валидации, определенного в методе Rules в нашей модели. Когда элемент успешно добавлен, мы делаем перенаправление на список клиентов. Здесь мы должны выводить список найденных записей, однако теперь мы на самом деле готовы найти записи согласно запросу. Обычно мы просто обращаемся с суперглобальной переменной Get, чтобы получить параметры запроса. Но и есть своя обертка вокруг него, поэтому давайте используем ее. Специальный компонент предложения под названием Request манипулирует параметрами запроса и представляет метод под названием Get. С этим методом мы можем проверить, был ли корректно параметр Get установлен в какое-либо значение. Чтобы понять, зачем нам нужно обрабатывать записи, которые наш запрос нам предоставляет в провайдере данных, нам нужно знать, как мы собираемся отрисовывать результаты. Сами по себе провайдеры данных не важны. Их важность в том, что практически все виджеты, встроенные в ВИИ, используют их в качестве источника моделей для отрисовки. Виджеты можно представить себе как вариацию класса представления в МВЦ моделя с некоторой дополнительной логикой. Идеальный провайдер данных для наших целей – это ArrayDataProvider, который просто получает список готовых моделей и оборачивает их, позволяя скармливать их виджетом. Вот что мы делаем в методе WrapIntoDataProvider. Установка настройки по Gination в значении Fails означает, что мы хотим отключить возможность разбивки на странице. Данные для того, чтобы выложить их в DataProvider и отправить на рендеринг, находятся следующим образом. Здесь мы впервые встречаемся с методом запросов класса ActiveRecord. Они так многочислены, и API их в целом такое обширное, что возможно будет лучше, если вы обратитесь к официальной документации. Построить пользовательский интерфейс списка клиентов имеет смысл на основе виджета ListView. Вот как его нужно настроить в нашем случае. Элемент ItemView в настройках виджета содержит название отдельного файла представления, которое будет использован для того, чтобы собственно отрисовывать каждую отдельную модель из представленного провайдера данных. Его мы определим в терминах виджета DetailView. Следующий код представляет собой его реализацию. Последняя деталь пользовательского интерфейса очень проста. Мы просто покажем написанную HTML-форму этой страницы. Вспомогательный класс HTML крайне облегчает генерацию HTML-кода, предоставляя интуитивно понятные названия методов. Итак, давайте попробуем добавить новый продукт в наше приложение. Для этого перейдем по следующему адресу. Заполним поля формы и нажмем кнопку Сохранить. А теперь найдем добавленную запись, воспользовавшись интерфейсом поиска продуктов. Для этого перейдем по следующему адресу. Заполним форму и нажмем кнопку Найти. В следующем уроке мы познакомимся с инструментами автоматической генерации кода. Оставляйте свои комментарии прямо под видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на канал. На этом все. С вами был я, Гордеев Валерий. Канал Ловнблог. И вы смотрели курс Основы Е2. Пока.